Из ситуации с точечной застройкой в Пустошборе наметился выход. Напомним, еще зимой жители почтового отделения 14 узнали о том, что здесь планируют строительство шести многоэтажных домов, торгового центра и детского сада. И это при том, что квартал и так густо населен. Плюс ко всему, коммуникации здесь настолько изношены, что просто не выдержали бы дополнительной нагрузки. Не говоря уж о дорогах. Пробки на подъезде к дому – ежедневный ритуал местных жителей. Нами была проведена очень большая работа за эти три месяца. Были подключены советы ветерана, участники боевых действий, жители гарнизона, председатель ТОС. Мы обращались во все инстанции, какие только возможно в городе Иваново. Жители микрорайона услышали. Работы были приостановлены до тех пор, пока глава города не разобрался, что к чему. Ведь эта проблема досталась ему в наследство еще от прежнего мэра. Ныне депутата Госдумы Алексея Хохлова. И вот Владимир Шарыпов приехал к местным жителям с хорошими новостями. Мэрия предлагает компромисс. После консультации с ТОСом, с местным, с гражданами, было принято решение о том, что все-таки мы застройку будем осуществлять по соображениям, которые нам высказывают граждане. Это значит, мы отменяем строительство четырех многоквартирных домов. Соответственно, вопрос с школой и детским садиком будет решаться путем организации пристроек к этим зданиям уже существующим. Возмущение жителей тогда вызвал еще и снос гаражей, который планировался для строительства на их месте дороги. Мэр заверил, волноваться на этот счет тоже не стоит. Людям, которые здесь проживают, очень дорогие гаражи. Поэтому люди сделали выбор в пользу гаражей, а дорогу построим где-нибудь в другом месте. Что касается жилых домов, он будет всего один. Зато девятиэтажный. И строительство не начнут, пока не появится инвестор. Новостройка вырастет напротив дома 312. Его жильцы такой перспективе не рады. У нас очень старые коммуникации, большинство из которых построено еще в 30-х годах. И они в последний раз, как я уже говорил, не ремонтировались. Если воткнуть в наш дом еще, грубо говоря, 100 квартир, то все. Соответственно, мы буквально моментально лишимся нормального водоснабжения, потому что наверх это все не дойдет. Мы лишимся нормальной канализации. Доводы жителей имеют под собой основания. С их мнением мэрии придется считаться. В первую очередь, перед строительством неизбежна замена коммуникаций. Также люди попросили привести в порядок их стадион, место для прогулок с детьми и активного отдыха, и дороги. В общем, лед тронулся. Главное, жителей в мэрии слышат, а компромисс найдется. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.